Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Деньги решают всё». Приятного просмотра! Франклин Хэтчетт мелкий мошенник. Он спекулирует билетами на спортивные события. Для своих делишек он на время спёр машину, которую должен был вымыть. В разгар рабочего дня к нему подошёл криминальный репортер Джеймс Рассел, чтобы взять интервью. Хэтчетт тут же начал материться на камеру, что непозволительно для телевидения. Когда ему объяснили правила, интервью всё равно сорвалось. Его забрал гангстер Кармайн. Хэтчетт задолжал ему кругленькую сумму. Если Прайдоха в ближайшее время не найдёт деньги, он его прикончит. Только Хэтчетт вышел из машины, его тут же арестовали за сбыт краденого. Постой, отпусти! Отпусти, получишь пять долларов. Нужны мне его пять долларов. Хоть Расселу и не удалось взять интервью у мошенника, на плёнку попали кадры с его арестом. Сидя за решёткой о том, как его задерживали, Хэтчетт рассказывает какому-то лысому толстяку, который зачем-то снял с себя футболку. После он расстегнул ширинку на джинсах. Толстяк приобнимает болтуна и поглаживает ему ногу. Лысый выжидал удобного момента и решил уточнить, как именно заломали Хэтчета. Да-да, отрали ты чего? И чего ты разделся? После незатыкающегося ни на секунду паренька приковали к угрюмому французу Раймону Вилару. Тот настоял, чтобы они сели в автобусе именно на переднее сидение. Хэтчетт сначала наезжал на своего соседа, затем начал напевать Майкла Джексона. Тем временем на мосту готовится засада. Когда автобус к нему подъезжал, движение было заблокировано. Раймон знает, что сейчас произойдёт. Автобус наехал на шипы и тут же взорвалась бомба, которая разделила автобус пополам и разнесла кучу зэков. На трассу приземлился вертолёт. Люди в масках расстреляли горящих заключённых и полицейских. Всё это было устроено, чтобы вытащить Раймона. Хэтчета им пришлось взять с собой. Получилось. Все целы? Все в порядке? Хэтчетт показал, где его высадить. Но французы не обращают на него внимания и обговаривают дело на своём языке. Наш герой обратил внимание на печать на руке у бандита. Он достал французов своим бредом и Дюбрей схватился за топор. Но пока только для того, чтобы разрубить наручники. Наконец, они могут избавиться от этого придурка. Выкинь его на асфальт, уточняет Раймон, чтобы точно разбился. Но Хэтчетт не стал дожидаться земли и, выпрыгнув, упал в воду с большой высоты. Французы обстреляли место его падения. Но Хэтчету снова повезло. И он выжил. Рассела вычитывает начальник. Его репортаж оказался полной фигнёй. И он был уволен. Тут по ТВ как раз и рассказывают о нападении на автобус, в результате которого были убиты 14 человек. Двое заключённых улетели на вертолёте. Хэтчетт заскочил в кафе, чтобы перекусить. У него на руке всё ещё висят наручники. В заведение вошли копы. И прямо в этот момент на экране показали фотографии беглецов. Хэтчетт подскочил и принялся убегать. А копы открыли стрельбу и разнесли всё кафе. «Я никого не убивал!» кричит Хэтчетт, пытаясь скрыться среди машин. В итоге ему это удалось, прицепившись к автобусу. Преступнику на глаза попалась реклама со знакомым телеведущим. И он тут же позвонил Расселу. Для журналиста это шанс с помпой вернуться на работу. Копы пришли опросить девушку Хэтчета Полу. Но, по её словам, она его не видела уже полтора месяца. Лейтенант Пикетт оставил ей свою визитку. Рассел ночью приехал к месту встречи с Хэтчеттом. И тот его столкнул в воду за то, что он взял с собой пистолет. А ещё он считает, что его тогда арестовали именно из-за журналиста. В обмен на помощь Рассел требует от Хэтчета эксклюзивное интервью. Пока что он спрячет преступника у себя, но ненадолго. Через несколько дней у него свадьба. Оказалось, что Рассел умеет снимать наручники. Он советует Хэтчету как-то изменить свой внешний вид. А после этого сразу звонит начальнику. И сообщает, что самый разыскиваемый преступник в городе сейчас находится у него. «Ты принят обратно», — говорит ему Баркли. После выходных он получит бомбезное интервью. Даже оставшись один в ванной, Хэтчетт не может заткнуться и разговаривать с телевизором. Расселу позвонила его невеста Грейс, и он сообщает, что приедет на банкет не один, а со своим старым другом. Хэтчетт завидует репортеру. Ему удалось окольцевать богатенькую дамочку. А Рассел предупреждает болтуна, чтобы он держал язык за зубами и нормально себя вел. На пороге их встретил отец невесты Гай Гарпиани, а Хэтчетт представился сыном известного итальянского певца. Увидев Грейс, он сделал ей пару пошлых комплиментов. Родителям он рекламирует свои услуги, мол, он может достать билеты на любые события. Хэтчетт вредничает и намекает, что у Рассела было много девушек в молодости. А после произносит трогательный тост, используя слова из знаменитой песни. «У парня итальянские корни. Сколько эмоций». Хэтчетт позвонил Поле, которую уже прослушивают копы. Его искал Кармайл из-за долгов 25 тысяч. Полицейские вычислили, откуда звонил Хэтчетт. Непонятно только, что он забыл в богатом районе Беверли-Хиллз. Мошенник собрался поехать к Поле, но вернулся обратно, когда увидел полицейский патруль. Журналист взялся ему с этим помочь. В машине они снова начали спорить. «Ты дождешься, я тебя поколочу до полусмерти. Ты не знаешь, с кем связался. Я себя не контролирую, пью инстантинно». Пола чуть не проломила парню голову. Судя по всему, она единственный человек, с которым Хэтчетт ведет себя нормально. Они ждут ребенка. Копы увидели, что у Полы зажегся свет и требуют открыть им дверь. Парочке пришлось бегать через крышу. Полисмены побежали за ними и сразу открыли стрельбу. Но все же упустили Хэтчета. Мошенник привел Рассела в клуб «Красный верблюд», в котором, судя по печати, ошивался француз. Вышибала знает, что Рассел – криминальный репортер и просто послал его. У Прайдохи есть план «Б», и он, позвонив в клуб, сообщил, что заложил в нем бомбу. Оттуда тут же начала выбегать толпа. Среди посетителей был и Дюбрей. Мужики упали ему на хвост. Француз их засек, и теперь бандиты погнались за ними, открыв пальбу. Напарники скрылись в магазине. Их сняла камера видеонаблюдения. Вместе с Дюбреем внутрь вошел Раймон и застрелил владельца. А наши герои тем временем сбежали через черный вход. Хэтчет привел Рассела в закрытый клуб в Злачном районе. Он просит местного гангстера Аарона одолжить пару стволов. Тот готов ему помочь. В обмен на два билета на финалы. Но чуть не пристрелил парочку, когда узнал, что второй это репортер. Да он ничего о тебе не знает. Он не знает ни об оружии, ни о наркотиках. Но Хэтчету удалось успокоить бандита. Все-таки они вместе в школе играли в классики и в прятки. Мужики охренели, увидев арсенал, которым владеет Аарон. Рассел немало знает об оружии. Но с красной точкой на лбу получает совет заткнуться. Хэтчету нравятся все эти огромные пушки. Но для них хватит и пары пистолетов. Пикетт получает информацию, что вторым сбежавшим может быть знатный от Мороза Краймон Вилар. Но он почему-то вцепился именно в Хэтчета. Ему принесли кассету с записью из магазина. Утром Грей слышит в новостях об убийстве, произошедшем в магазине. И главные подозреваемые – это ее жених и вчерашний гость. Они как раз вернулись в поместье Гарпиани. Гай подозвал дряхлую старушку и приказал ей приготовить шикарный завтрак для гостя. Оказалось, что это была его мама. Гай хвастается перед Хэтчетом, что подарит молодоженам шикарные часы. Но прохиндей называют их дешевкой. Жених с невестой якобы мечтают о машине. И не о бы какой, а европейской и спортивной. Грейс вычитывает жениха, как они теперь поженятся, если его разыскивает полиция. А тем временем Хэтчет притащил Гая на аукцион, где продаются редкие и очень дорогие машины. Он услышал, как французы говорили об этом аукционе и обсуждали, что в тачке должны быть спрятаны бриллианты на 15 миллионов долларов. Вскоре Хэтчет их обнаружил в зале. Мошенник раз за разом отговаривает Гая участвовать в торгах, пока в дело не вступили французы. Вот она, говорит Хэтчет, указав на Ягуар 51-го года. И Гай начал повышать ставку. Бандиты увидели, кто мешает их планам. В зал вошел и Рассел. Хэтчет на глазах у Дюбрея позвонил в полицию и сообщил, что на аукционе якобы кого-то убивают. Рассел пытается выяснить, что здесь происходит. Выяснение отношений перешло в драку, а точнее в избиение репортера. В конце концов Гай победил, выложив за машину 250 штук. А французам пришлось сбежать, чтобы не столкнуться с полицией. Раймонд взял в заложники Рассела. А Дюбрей погнался за Хэтчетом, который уже пытался найти в Ягуаре бриллианты. Бандит открыл стрельбу. Бомжи его поддержали. Ретро-машина уже порядком покорежена и обстреляна. Хэтчет думал, что смог оторваться. Но вдруг француз прилетел откуда-то сверху и устроил грандиозную аварию. В конце концов Хэтчет скрылся. Грейс рассказала родителям о передряге, в которую вляпался Рассел. Гай собирается отменить свадьбу. Мужчина в ярости. Скажи, что на нашей Грейс чуть было не женился кретинный импотент. А вот здесь ты не прав, папа. После долгих поисков Хэтчет все-таки нашел бриллианты. Он позвал Полу в кафе и показал ей свой улов. Хэтчет планирует с этим сокровищем убраться куда подальше. Но девушка настаивает, чтобы он позвонил копам. А тем временем французы пытают Рассела. Они позвонили мошеннику и предлагают обменять бриллианты на репортера. Сначала он заговнил, но потом пообещал встретиться для обмена. Хэтчет выбрал местом для обмена стадион Колизей. Тут же он позвонил Кармайлу и пригласил получить долг на том же стадионе. Туда же он позвал и сержанта Пикета. Последний решил не сообщать начальству и арестовать преступника только с одним напарником. Даже своего подельника Роланда Хэтчет вызвал на стадион. А еще бандюгана Аарона, который обещал помочь, если что. Первым с Хэтчетом встретились копы. Он пообещал им сдать отморозка. А Пикет настоял, чтобы Хэтчет отдал ему пистолет. И вдруг спросил, где находятся бриллианты. Пикет оказался продажным копом и застрелил своего напарника. Причем из пистолета Хэтчета. Французы с толпой головорезов прилетели на стадион на вертолете. В этот момент подъехали люди Кармайла. Роланд вывел Хэтчета на экран стадиона. И тот говорит, что готов обменять Рассела на бриллианты. Кармайл схватил мошенника. Но тот уже успел припрятать камешки. Рассела приковали к вертолету. Вдруг в узком тоннеле случилась перестрелка между бандами. И Хэтчет смог сбежать. Кармайл его догнал. И потребовал отвезти его к бриллиантам. Рассел, чтобы открыть наручники, воспользовался чекой гранаты, которую нашел в ящике. После положил ее под шасси вертолета. И еще парочку. Хэтчета снова вывели на экран. И он потребовал, чтобы французы перестали шмалять по всем сторонам. Дюбрей ищет сообщника Хэтчета в пункте управления. Но Роланд успел скрыться. Зато пристрелили самого француза. А вот Кармайла завалил сержант. В него самого полетел снаряд. И хоть копа не задело, зато было повреждено оборудование, которым его и пришибло. Это постарался Аарон со своим противотанковым гранатометом. Рядом его телохранители работают из винтовки со снайперским прицелом. Вдвоем они выносят всех подряд. Рассел вырубил пилота и наконец сбежал. И очень вовремя. Потому что Раймон настиг Хэтчета и собирался прострелить ему колени. Репортер от души избил француза. Мошенник к нему присоединился. Оказалось, что Дюбрей еще жив. И пытается прикончить наших героев. Его на себя также взял Аарон и разнес в щепки пункт управления. Товарищи пытаются сбежать от французских боевиков. Те прижали их. И тогда Хэтчет соглашается сдаться. Но он не отдает бриллианты, а рассыпает их по ступеням. Бандиты принялись их собирать. И в этот момент подъехала полиция, которую вызвал Роланд. Раймонд думал, что сможет сбежать на вертолете. Но подарочек от Рассела отправил его на тот свет. На утро о произошедшем репортер смог рассказать из первых уст. А Хэтчет передал из телевизора привет своей маме. Рассел все же женится на Грейс. А от Хэтчета он получил свадебный подарок в виде кольца, инкрустированного одним из тех самых бриллиантов. Он и себе их достаточно оставил. Редактор субтитров А.Семкин